Да, вот когда пиарщики звонят в здание или там присылают послезы, говорят, вы не хотели бы написать вот про наше мероприятие? Хорошие и главные такторы всегда отвечают, если ваше мероприятие будет интересно, мы, конечно, напишем. Если будет неинтересно, то не напишем. Чего? 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 Нет, я не умею писать, практически разучился. Я не умею писать, я практически разучился, я печатаю. Значит, поэтому еще раз повторяю, вам сначала нужно придумать, о чем вы хотите написать. Тем таковых может быть много. В принципе, людям всегда интересно, вот вы все там чем-то занимаетесь в жизни, да? Людям, которые чем-то занимаются в жизни, кажется, что азы их профессии, они общеизвестны. В этом... Знаете, человек, когда приходит какой-нибудь... Я работал программистом когда-то, и вот надо когда решать прикладную задачу, нет, вот для какой-нибудь конторы приходит человек из этой конторы, начинает тебе что-то объяснять и понимает, что ты не понимаешь ничего. Потому что он считает, что, не знаю, допустим, это там программа по бухгалтерии какая-нибудь, условно говоря. Человек считает, бухгалтер, что азы его профессии, они общеизвестны. Что такое дебет и кредит, знают все. Но это не так. Поэтому существовала там в 90-х годах даже такая профессия, условно называемая переводчиком с бразильского на португальский. Это человек, который садился между... Который немного понимает и в том, и в этом. Он садился между заказчиком и клиентом, и между ними устраивал какую-то такую коммуникацию. Вот все вы чем-то занимаетесь, и поверьте мне, что любое занятие людям, которые занимаются чем-то другим, ваше страшно интересно. Например, живой журнал, который вел постовой милиционер, работающий в метро, был очень популярен. Потому что никто не знает, чем живет мент, работающий в метро. Это страшно интересно. Если там живой журнал заведет копатель могил с кладбищем, уверяю вас, у него будет огромное количество читателей, потому что это тихо интересно. И мы не знаем, что это. И что это вещи... Ну вот мы как бы в этих самых соцсетях, я не знаю, может быть это свойственно только мне, потому что я давно очень в медиа. Мы как бы крутимся в своем профессиональном кругу, да? Мне там... В моем представлении весь мир состоит из одних там журналистов и пиарщиков. Но это не так. То есть стоит огромное количество других профессий. Врач скорой помощи, там, акушер-кинеколог. Все что угодно. Все эти темы, они ужасно интересны. Если вы будете описывать вот не котиков, потому что котики есть у всех, а какие-то свои занятия, какие-то свои ходы, которые для других неизвестны. Не знаю, может быть кто-то из вас коллекционирует марки. Я не знаю, марки теперь коллекционируют. Описание этого ужасно интересны людям, которые не коллекционируют марки. Потому что это целый огромный мир. Любые увлечения. Любые там экзотические хобби. Кроме там поездки в эстетические страны. Не фотографируйте в Турции, как устроен туалет в вашем номере. Фотографируйте что-нибудь такое, что не фотографирует никто. Все эти вещи, они способны сделать вас популярными при соблюдении некоторого количества других слов. Значит, вам нужны еще картинки, вам нужна регулярность. Люди ужасно любят регулярность. Значит, на этом основан феномен телевизионных сериалов. Человек очень быстро привыкает в определенное время получать определенный кусок информации на определенную тему. Ну вот, ему так комфортно. Собственно, вот феномен проекта Владимира Владимировича, он абсолютно на этом же был. Основан. Главное в проекте Владимира Владимировича было написать историю каждый день. Не важно, будет она смешной или нет. Важно, что она должна быть каждый день. Люди к этому привыкли. Аудитория от вас никогда не уйдет. И, ну, поскольку вы все тут у нас кремлевская молодежь, вам нужны какие-то пары. Не все, я не кремлевские. Я припускал с вами пары. Значит, я еще думал, кстати, сказать не хотел. Я хотел сказать, что многие из вас хотят описывать не коллекционирование марок, а некие там гражданские социальные проекты. Для этого их надо, конечно, сначала придумать. Что-то сделать и потом написать. Значит, уверяю вас, что вот таких вот прикладных тем их существует бесконечное множество, тем более в нашей, значит, несчастной стране. Вот, я думаю, что одно описание того количества мусора, которое лежит вдоль дороги за пределами вашего лагеря, способно собрать в ЖЖ под тысячу комментариев. Если сделать много фотографий, сфотографировать тех туристов, которые там, значит, этот мусор выбрасывают, сидят. Оно из Сидералов. Да. Оно из Сидералов. 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 Продолжение следует...